Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzон ДимаTorzок ДимаTorzok 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 Спасибо. 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 Только давайте быстрее, потому что сейчас прибегут. Они не прибегут. 10-15 минут. Чуть-чуть. 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 У нас. Фирма. Они же это самое. У них медленная история. Они не могут так быстро. Они работают быстро. У меня столько много. Как это все сказать? Все. Поехали. Готовы? Представьтесь. Я представитель фирмы ДНК. Зовут вас? Бригитта Пуренкова. Как она называется? Пуренкова Бригитта. Бригитта, расскажите. Я так понял, что у вас как-то снимали с линии насильно. Расскажите. Отняли. Закрыли фирму. Мы якобы не выиграли по конкурсу. Даже не буду говорить почему. Выиграли просто нас. Это уже было известно заранее, кто выиграет и все. Естественно, Экобус мы не пошли. Мы сами на себя отдаем конфирмы. У нас три маршрута было. Двести двадцать четвертый, двухсотый. Нас просто заказали. Выезд из Восьмилгрависа один. Один. Мы не можем не припрыгнуть. Никак. У нас три недели последние. Каждый день по три-четыре раза в день полиция с контролем останавливали, выискивали разные нарушения. Да. Протоколов у меня целая стопка. Именно нашу фирму. Больше ни одну. Никакой Экобус. Ничего. Последнее. Уже не к чему было придраться. Уже водители научились правильно заполнять документы. Все. Придираются. Восемнадцать протоколов за один день составлено, что в машине нету наклейки, что курить запрещено. Но это общественное место. Кто в автобусе будет вообще курить? Но это полный бред. Понимаете? Докапывались. Да. Все. Пока. Вот последнее. Предложили идти сюда. То есть вы с ними заключили какой-то договор? Да. На какой взрослый действует и на каких условиях? До декабря. Значит, мы даем в аренду автобус и водителя взамен, не имея ничего, только их условия. Сегодня вы работаете там, а завтра вы работаете там. Водители у меня годами по десять лет работали на одном маршруте. Он не может сегодня, работая на одном, завтра выскочить на другой. Он не знает ни у нас трафареты, ни у нас что. У нас приказ. Понимаете? А они работают, я вас слышал, слишком много? Там они по семнадцать, по шестнадцать часов работают? Нет, неправда. Нет, нет, нет. Водители, ну вот как положено, двенадцать часов он работает. Вот вы проверьте, как синие работают. А они по этому диску работают или как? Нет, сейчас они работают, как работали раньше. То есть, как вот синие работают, да? А когда мы работали, вот когда нас сажали, как ДМК бус, у меня было в день по два водителя. Водитель работал, там больше не выходило шесть-семь часов. Скажите, а вы говорите, последнее время останавливаются, когда последнее время? Да вот, у нас отняли тридцатого августа. Отняли маршрут, все. То есть, весь ваш бизнес, да? Весь наш бизнес. И что будет после декабря, вы знаете? Пинок под зад. Все. Больше другого мы ничего не ждем. Нам просто сейчас разрешили работать, но... То есть, заткнуть те дырки, которые... Да, которые у них есть. Вот и все. Новая фирма приглашала водителей на работу. Ваши водители куда же строятся? У меня ни один даже не пошел. Почему? Несколько. Во-первых, я говорю, у меня в основном водители работают больше десяти лет. Как бы, ну... Некоторые ушли на большие автобусы, кто-то ушел на дальнобой. Но из моей фирмы ни одного нету здесь водителя. В чем причина? Ходили. Ходили. Да. Ходили. Во-первых, сначала, так скажем... Хотя я и сама ходила узнать, как и что. Со мной очень нормально говорили. Но водители сказали, что к ним относятся именно... Ну, очень некрасиво. И они просто не захотели. Я слышал, что здесь табуретки летали прямо во время первой зарплаты. Им обещали по пятьсот латов. Во время второй. Да. Во время второй. И так получилось, что именно вот эти деревенщины... Ну, из деревни люди им пообещали пятьсот рублей чистыми. Люди с семьями одалживали деньги. Приезжали, снимали квартиры. Это я знаю точно, да. И приходят, получают по сто сорок латов. Но это неправильно. Человек работает. А переработка большая у них. Вот вы поинтересуйтесь, какая у них переработка. Спасибо. 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 Спроси, ребята, что написал в самом начале. На данный момент я исполняющая обязанность. Бригитта Пуренкова. Пуренкова Бригитта. Бригитта Пу-рен-ко. Ё-моё. И что самая... И какая фирма? Кто вы? ДМК. ДМК? Да, вообще я механик. А эта фирма, она как она? СИА ДМК. Ну а как она, что она делает? Перевозки? Пассажирские перевозки. Да, пассажирские. И самое интересное, сейчас, вот на данный момент, мои машины ходят, как разрешено работать, так они и работают. Проверяют опять их, дали ли они билеты. А экобусы, бланц, фирма есть такая, её вообще не трогают. Они делают всё, что хотят. Дома их вообще не трогать, хотя обязанно. Почему нас по три раза, по четыре раза в день проверяли, и их вообще не проверяют. Да. 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 Продолжение следует...